Для того, чтобы научиться рисовать дизайн любой сложности, необходимо начинать с чего-то простого. С простых линий, с вензелей, даже с каких-то простых цветочков, пятилистников, четырехлистников. Начните с маленьких даже листочков. И постепенно, каждый день, отрабатывая какие-либо навыки, все сложнее и сложнее и сложнее. И так можно, допустим, даже через три месяца дойти до серьезных таких дизайнов, как портреты. Вдохновляемся абсолютно везде. Но, в первую очередь, это можно смотреть какие-то показы известных кутюрье. У них можно почерпнуть очень много идей. Это показы моды, это какие-то новинки, выпуски чего-нибудь, даже те же сумочки для девочек, те же сережечки для девочек, какое-то украшение. Это все может вдохновлять. Ну, на данный момент это что-то такое необыкновенное. Это может быть линии, пятна, брызги, соединение с яркими элементами и полупрозрачными элементами. Полупрозрачный ноготь и какой-то яркий элемент. В общем, это все то, что геометрия непонятная. Вот оно смотрится сейчас на данный момент очень круто и интересно на ногтях. Возможно, это будет что-то, если у нас на данный момент идут простые дизайны, то, возможно, это будет усложняться. Тем более мастера сейчас начинают прогрессировать больше на совершенствование своих навыков. Все больше и больше мастеров начинают участвовать в различных чемпионатах. Это очень круто. Соответственно, значит, дизайны на ногтях будут усложняться. И чем круче будет смотреться дизайн, чем более он будет насыщен какими-то элементами, тем круче будет. Сейчас для того, чтобы научиться мастерам, в принципе, можно как выбирать школу, да, для того, чтобы ехать на очные занятия. Конечно же, очные занятия не заменят никогда онлайн-уроки, потому что это вот ты общаешься с преподавателем, это живая энергия, тебя могут поправить и направить. Но есть такие действительно курсы онлайн, которые проводятся со специальной техникой, когда есть специальные люди, и вот такие курсы онлайн супер подходят. Если вы мастера уже, которые с каким-то опытом, с каким-то стажем, вы можете смотреть онлайн-уроки, мастер-классы на ютубах, в инстаграме. Вот это вот будет очень помогать для развития, для всестороннего развития. Но если бы абсолютный нулевик, то лучше, конечно, идти на очные курсы. Я когда начинала работать с разными материалами, брала в одном бренде одну позицию, в другом бренде другую позицию, в третьем еще и, конечно, такая идея возникла, чтобы мастер мог использовать один бренд и работать комфортно. Очень важно, чтобы тот же камуфлирующий гель в области кутикулы был полупрозрачный, чтобы видно было лунулу, и тем не менее, чтобы он держал арки и сохранял бортики. Это у меня такой гель идеальный, называется карамель. Он идеальный и для выкладки френча, и для моделирования. Есть очень хороший гель для рисования улыбки, который не трескается, всегда белый, тоненько наносится. Тоже я очень давно искала, как такой гель разработать. Мы его сделали совместно с немцами, потому что это у меня продукция вся в Германии делается, изготавливается. Вот. И очень важно для мастеров, чтобы гель держал арки, чтобы после моделирования арки не раскрывались. Это очень важный критерий для моделирования ногтей. У нас тоже есть такие гели. То есть, зная все тонкости в работе, зная все правила, критерии чемпионата, я создаю все время новые позиции, которые дадут комфортность в работе мастеру. Никаких секретов нет. Все судьи наши – это чемпионы национальных и международных чемпионатов. Человек, когда идет очень к вершине своей, к своей цели, это, как правило, скоростные мастера, которые быстро добиваются. У них стаж как раз небольшой. Это даже 4 года, и они уже чемпионы. Даже с двухлетним стажем эти люди тоже очень быстро идут по карьерной лестнице. Есть такая организация общественная, КССК, Комитет стандартов салонов красоты, которая помогает мастеру идти по этой карьерной лестнице. Когда мастер достиг 4 уровня, это и есть преподавательский уровень, мастер подает заявочку, и дальше уже судьи работают с этим человеком. Недавно у нас в офисе проводили обучение для судей. Рассказывали все критерии, показывали, как нужно каждую номинацию выполнить. Потом мы ее отсуживали и таким образом принимали в свои ряды новых желающих. Там тоже есть свой путь. Сначала эти люди ездят с нами по чемпионатам, становятся статистами, которые наблюдают за полем и зная правила в совершенстве. Потом эти статисты переходят в судьи-стажеры. Стажеры восемь раз становятся судьями, судят работы, их протоколы проверяют, если есть ошибки, указывают. И дальше такой стажер-судья переходит уже в судейскую коллегию. Путь действительно долгий, сложный, но у нас очень много желающих, кто доходит до конечного результата, до своей цели. Есть такие, которые на середине покидают нас. Но мы принимаем всех желающих. Я же говорю, у нас каждый год проходит обучение. А для того, чтобы стать судьей, нужно быть прежде всего чемпионом, как минимум национальным. Если начинает мастер учиться по ютубу, это его большая-большая ошибка. Сначала нужно базовое обучение обязательно пройти у профессионала. Реально, чтобы поставили руку, чтобы рассказали правильную архитектуру. Очень много знаний нужно иметь по структуре ногтей, строению ногтей, структуре кожи. И очень важно эти правильные базовые знания хорошо преподнести, и чтобы человек это все усвоил. После этого проходит полгода, мастер закрепил свои знания, и дальше, да пожалуйста, ютуб только в помощь. Какие-то рисования, техники, верхние формы там уже. Уже будет мастеру легче альтфильтровать. Нужно ему это, не нужно. Но базовые данные, знания обязательно должны быть только с преподавателем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова